Итоги уходящей среды Нам не нужны практически школы. Мы уже построили столько, сколько нам. Главное сейчас их запомнить. Как это было и какой совет первоклассникам дал президент. Вот и лето прошло. Городские школы ярко встретили 1 сентября. Ученики, родители, педагоги. Праздник один для всех. Как преобразились и почему от гимназистов ждут спортивных рекордов. По линии Минздрава. При необходимости возможна одновременная вакцинация против гриппа и COVID-19. Какие условия? А также доступно о безопасности, полигоны отходов и жизнь по-новому. Сентябрь в Беларуси начался с нововведений. Насколько увеличились пенсии и как будет начисляться сумма в жировках? Беларусь отмечает День знаний. В Бобруйский праздник получился вдвойне приятным. Первое. Открылось новое учреждение образования под номером 35. Второе. Красную ленту перерезал президент Александр Лукашенко. Не прошло и года. Благодаря поддержке главы государства и стараниям строителей, заведения возвели в кратчайшие сроки. Как прошла главная линейка страны и сколько учеников приступили к занятиям? Все подробности в нашем следующем материале. Предисловие. История 35-й школы началась в 2020-м. Когда Александр Лукашенко посещал швейную фабрику «Славянка», одна из сотрудниц обратилась к главе государства с просьбой. У меня такая вот задача, даже просьба к вам. Я построила квартиру на седьмой микрорайоне, ращу ребенка одна. У меня ребенок ходит в школу, на транспорт съездит, добирается, 4 остановки. Сегодня в школе? Да, сегодня в школе. Я на работу приезжаю очень рано. Пол седьмого я уже на рабочем месте. Но у нас там нету школы. Я бы хотела, чтобы... Понятно, раз в 4 остановки сын ездит, то надо... Я просто... У нас нету там на седьмом микрорайоне вообще никакой школы. Она нужна, эта школа, для Бобруйска. Она нужна. Для Бобруйска. Да. Но если надо, и в перспективе запланировано строительство школы в вашем молодежном микрорайоне, ну что ж, доложат, будем думать, что делать с вашей школой. Спасибо большое. Александр Лукашенко ситуацию взял под личный контроль. Спустя несколько месяцев по распоряжению президента новую 35-ю школу включают в государственную инвестиционную программу. Добавляется к ней и современный детский сад. 1 августа жители седьмого микрорайона вместе с мэром закладывают капсулу с посланием. 2021. На календаре 1 сентября. Родители, ученики, педагоги волнуются все. Еще бы, первая линейка в самой новой школе Бобруйска. Сегодня какой праздник? 1 сентября. В школу хочешь идти? Да. А чем ты будешь заниматься? Учиться. Хорошо будешь учиться? Да. Училась читать, писать, считать? Училась, но еще не умею пока. Как думаешь, здесь научат? Да. Проснулись очень рано. Первые детей на 2 часа. Давай все гладить, собирать. Чаи, пироженки. Завтракали, нарядились. И с хорошим-хорошим настроением пришли сюда. Школа новая, нарядная, красивая. До начала линейки считанные минуты. В небе самый известный белорусский вертолет. Борт номер 1 совершает посадку. Многие достают телефоны и начинают снимать исторические кадры. Александр Лукашенко лично прилетел, чтобы разделить праздник с бобручанами. И, конечно, открыть новую, без сомнения, долгожданную школу. Свои места занимают и главные действующие лица. Первоклассники под бурные аплодисменты. Вступительная речь президента – традиция. Александр Лукашенко отмечает, жители молодежного микрорайона, местные органы власти – все хотели открыть новую школу именно 1 сентября. Все получилось. Меньше года понадобилось, чтобы возвести храм знаний. Современные. Такой рациональный подход строить там, где жизненно необходимо, будут применять по всей стране. Мы вот на подходе к вашей школе говорили о том, надо ли нам еще в стране строить школу. Нам не нужны практически школы. Мы уже построили столько, сколько надо. Главное сейчас их запомнить. Если там останутся где-то единицы, где еще две смены занимаются детишки, там мы обязательно, в этой пятилетке точно решим эту проблему. Но вся беда в том, и на 5 совете недавно я об этом говорил, особенно в Минске. В центре Минска мы все время построили много школ. И так население уже стареющее. Там же нет маленьких детишек. Молодые люди расселяются в Минске в микрорайонах, так как в Бобруське. И мы там начинаем опять создавать эти школы, строить школы, это не дешево. А в центре Минска в то же время школы могут быть незаполнивыми. Поэтому нам очень аккуратно и осторожно подходить к строительству школ. Я поручил правительству и министру, чтобы мы эти деньги потратили не на строительство новую школу, а заполнить надо все, что у нас есть, места, не считай, у нас хорошие. В конце концов, это не население 10 километров или 5 километров, пешком в школу надо ходить, хотя уже никто не ходит. Поэтому эти школы надо заполнить, а сэкономленные средства и в образовании, и в здравоохранении направить на повышение заработной платы учителей и поднятие уровня базы существующих школ. Обращаясь к педагогам, родителям и ученикам, Александр Лукашенко призвал пройти школьные годы достойно. Здесь закладывается фундамент будущего, не только отдельного человека, но и всей страны. У храма знаний, как и у любого дома, есть свой ключ – золотой. Президенту его передает директор Бобруйского КПД. В ближайшее время понадобилось его коллективу для того, чтобы выполнить поручение президента и построить этот храм. Еще раз говорю, берегите. Это стоит недостаточно. Ну и главному правительству я хочу передать эти ключи. Дальше учается в директор школы Татьяны, Франции, Мир, Васильевской. Настало время самой звонкой традиции. Звучит первый школьный звонок. Новый учебный год начинается. Школа открывает свои двери. В самые жаркие дни здесь трудились до 500 специалистов. Было задействовано более 50 единиц техники. Уложились в 9 месяцев. Территория площадью в 4 гектара, столько же этажей. Новая школа – это ультрасовременный образовательный комплекс. Рассчитан он на 44 класса. Одновременно готов принять больше тысячи учеников. 1096. Столько учеников переступают порог 35-й. Кабинеты, лаборатории, столовые. Что традиционно должно быть в школе. Витамины бар, бассейн, тир, лыжная база. Это новинки. Создана безбарьерная среда для особенных детей. К вашим услугам – лифт и пандус. Храм знаний наш очень современный. Наполнен электроникой, мультимедийными системами. Все по последнему слову техники. Кроме этого оборудованы современные кабинеты биологии, химии, физики. Прекрасная спортивная база. Как в самом учреждении, так и на площадках, которые находятся возле школы. Это и стадион, это и плавательный бассейн, который скоро откроется. Тренажерный зал, гимнастический зал, зал для занятий ритмикой и танцем. Школьная библиотека заслуживает отдельного внимания. Современные компьютеры, выход в интернет. 35-я – первая во всем городе, которая официально сотрудничает с Национальной библиотекой Беларуси. За 150 километров от столичного проспекта независимости можно посещать читальный зал. Виртуально. Первый звонок в этом году прозвучал для 118 тысяч первоклассников. Всего же за парты сели около 1,085,000 учеников. Сразу семь новых школ распахнули свои двери. Кроме Бобруйска, учреждения образования открылись в Гомеле, Барановичах, Столбцах, в Агрогородке-Колодище и в двух микрорайонах столицы. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Не только в 35-й сегодня звенел звонок. Другие городские школы тоже ярко и масштабно встретили начало учебного года. Например, у 3-й гимназии отныне есть свой стадион. Это подарок завода тракторных деталей и агрегатов. А в 20-й учеников встречает яркая вывеска. Карина Гуревич и Ольга Васенда отправились на торжественные линейки. Вот и лето прошло. В Бобруйске – День знаний. Тысячи ребят в деловых костюмах с букетами в руках отправляются на школьные линейки. Впереди у них целый учебный год. Для некоторых он последний. Среди них Полина Недвецкая. В мае 2022-го ее ждут экзамены. ЦТ – поступление в университет. Но это через 9 месяцев. А сейчас 11-й школьный год. Планы грандиозные. Снять фильм ко дню учителя. Выступить на Олимпиаде. Покорить новые вершины. Сделать это время незабываемым. Очень необычно, особенно когда я платье утром одела. Одеваю платье. Я понимаю, что 11-й класс уже последний год. И помню, как, допустим, в том году это платье одевали другие старшеклассники. А сейчас в нем я. И такие смешанные какие-то эмоции, что последний год и все, уже самостоятельная жизнь. Не до конца это понимаю. День знаний в 20-й школе всегда большой праздник. Начинается линейка. Первое слово за директором продолжают малыши. От них литературный подарок. Стихи. Это их первый шаг в новой роли. Танцевальный номер в программе – сюрприз от старших товарищей. Книга про Беларусь. Приятный бонус. Сегодня, 1 сентября, в День знаний, хочется искренне пожелать родителям терпения, детям, нашим ученикам достижений. Пусть приобретают знания, пускай становятся истинными гражданами своей любимой Беларуси. И, конечно, искренне хочется пожелать детям быть счастливыми. За парты на Лыньково 23 сели больше 900 ребят. Сотни из них – это первоклассники. Первый урок – классный час. С завтрашнего дня начнутся полноценные занятия. Школьный звонок звучит и в третьей гимназии. Ученики, родители, педагоги. Праздник один для всех. И все-таки главные герои – первоклассники. У них начинается большой и полный сюрпризов. Новый этап в жизни. В гимназии четыре первых класса – это 105 человек. В руках яркие букеты, шарики, на лице – улыбки. У некоторых малышей творческий дебют. Впервые на широкой публике читают стихи и поют песни. Выпускники, в свою очередь, своим младшим коллегам дарят альбомы-карандаши. В этом году вы уже знаете, что вводится так называемая новая должность. У нас руководитель военно-патриотического воспитания. Мы нашли уже человека, который будет заниматься этим. В этом году у нас на первое место выходит духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание. И, ну, вместе с тем, качество образования. Звонок звенит и всех зовет на урок. Первое сентября – не только праздник, но и новое знакомство. Например, с учительницей. Первое занятие длится 40 минут. Тяжело? Да. Но малыши стойко переносят все трудности. Они серьезно настроены на ближайшие 11 лет. Там, где учатся, учатся читать и писать. Что ты в школе будешь делать? Учиться. А чему будешь учиться? Читать, писать. Как прошло сегодня твое утро? Как вы с мамой собирались в школу? Я с мамой собиралась в школу. Сначала пообедала, потом причесалась, оделась и пошла в школу. День знаний – время сюрпризов. В этот раз – это открытие нового спортивного комплекса. Спасибо за воду тракторных деталей и агрегатов. Ленту перерезают директора гимназии и предприятия. Последний, ко всему прочему, наносит первый удар по воротам. После оставляет автограф на мяче. Стадион не просто подарок, это решение проблемы. Раньше уроки проводили на Славянке. Теперь для занятий физкультурой нужно всего лишь выйти из двери школы. К слову, с этого года учреждение образования перешло на двухсменный режим работы. В мае текущего года мы коллегиально, вся команда наша завода, приняла решение сделать подарок. В прошлом году мы сделали подарок к 75-летию основания завода. Реконструировали детский сад 56-й в нашем городе, а в этом году решили сделать подарок нашей гимназии номер 3. В День знаний распахнули свои двери 34 городские школы. Спортивные площадки, учебные кабинеты, педагоги, дети – все и все готовы. 24 тысячи человек. Столько учащихся в Бобруйске в этом году. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Павел Зуев, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по КОВИ-19. За минувшие сутки зафиксировано 1699 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Все с начала пандемии заразились 483 231 человек. Возможно, одновременная вакцинация против гриппа и COVID-19 при необходимости, заявили в Минздраве. Но только в случае отсутствия противопоказаний. Важные условия, свое желание пациент должен оформить письменно. Прививка – это мера, которая позволит предотвратить развитие тяжелых случаев. В том числе уменьшит возможность инфицирования пожилых людей от детей и наоборот. Напомним, первую дозу препарата против коронавируса получили 18% жителей Беларуси, вторую – 15%. Мошенники в сети, единый день безопасности и дополнительные рейсы. Минск и Краснодар увеличивают число полетов. Какое расписание? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Проходят единый день безопасности. В плане – тематические встречи, обучение поведению в условиях ЧАЭС и аварий, а также первой медицинской помощи. В это же время проверяют систему оповещения через СМС-сообщения. Акция продлится по 10 сентября. Все мини-полигоны отходов в Беларуси будут закрыты до конца 2021-го, а землю под ними передадут в хозяйственный оборот к 2023-му. Это касается и твердого коммунального мусора. Из 276 точек за полугодие зачистили 53. Сейчас же в процессе строительства 30 крупных комплексных объектов по сортировке и использованию ТКО. В Беларуси за последние 36 месяцев количество киберпреступлений увеличилось в 10 раз. Об этом сообщили в Следственном комитете. Атаки происходят в большинстве случаев с территорией Украины и России. По словам специалистов, если не повысить цифровую безопасность, то к 2025-му число жертв интернет-мошенников достигнет уровня 100 тысяч в год. Авиакомпания «Азимут» с 4 по 25 сентября вводит дополнительные рейсы по маршруту Краснодар-Минск. По плану вылет в 16.45, посадка – 19.25. Столицу самолеты будут покидать в 20.25 и прибывать в 23.05. Уточняется, что с 8 августа из Белоруссии в российский курорт курсирует и Белавия. Еженедельно выполняются три полета. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА